Сознание современного человека-жителя цивилизованной страны уже настолько привыкло к фантасмагорическим картинам, которые иногда рисуют средства массовой информации, что это даже перестало удивлять. В частности, это касается работы СМИ, на страницах которых иногда, правда, лишь необходимый минимум, к примеру, Еврокомиссии выносится решение об остановке правительством Болгарии строительства газопровода «Южный поток». Несомненно, что после такой новости пресса записывает три заголовками о чуть ли не мировом заговоре против России. Но стоит ли воспринимать такие известия столь категорично? В позитивных и негативных сторонах стройки газопровода «Южный поток» разбирались аналитики издания «Биржевой лидер». Наверное, одним из свойств нового трубопровода является его рекордно высокая стоимость. На данное время стоимость газопровода оценивается в 16 миллиардов долларов, при этом подводная его часть обойдется в 10 миллиардов. Стоит учесть и привычное для большинства крупномасштабных проектов подорожание в процессе постройки, поэтому нельзя исключать возможности, что в будущем стоимость проекта существенно возрастет. Однако вызывают сомнения в данном случае целесообразность постройки самого трубопровода. Многие россияне проводят параллели с существующим газопроводом «Северный поток», однако общей чертой для этих трубопроводов является только высокая стоимость постройки. Идея нового газопровода, которым впоследствии оказался «Северный поток», возникла еще в конце прошлого столетия, когда очевидной стала тенденция истощения источников добычи голубого топлива в Северном море. Соответственно, планировалось с помощью газопровода удовлетворить спрос в новой рыночной нише в северо-западном регионе Европы. Таким образом, дороговизна «Северного потока» была логично обоснованной ожидаемой прибыльностью проекта.